Вопрос про выбор 2020 года. Вы еще не говорили вот так вот четко, что будете баллотироваться, но судя по вашим словам, будете. Послушайте, я уже... Подождите, Александр Игоревич, а в 2025 будете баллотироваться? Господи, я уже до 2025 года не доживу. Господи, не дай бог. Хочется еще пожить, дети малые, надо посмотреть как у него. Послушайте, я ответил на этот вопрос давно. Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обидуюсь. Слушайте, ну я уже поработал приличное количество лет, я на них не обижусь. Это вы думаете, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, суверенитет, независимость государства и прочее, вот эта политика, которая есть, вы сами должны прийти и сказать, ты здоров, здоров. Баллотируйте, пожалуйста. Да, мы не богаты не потому, что Лукашенко плохой, потому что мы еще плохо иногда работаем, и у нас нет того, что есть в России и других странах. Понимаете, мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами своими руками создаем. Так вот, понимая это, вы должны меня просить. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Но, поверьте, это не совсем мягкое кресло. Не думайте, что у нас президентская власть – это царствование. Как некоторые на улицах кричат. Ну, хопить по царствованию. Вот они, видимо, так и понимают эту должность. Вы определились уже, когда будут президентские выборы? Весной, в августе? По срокам? Крайний срок – конец августа? Конец августа. Конец августа – крайний срок. И этом эти выборы пройдут. Тут никуда не денешься. Зимой, но глупо будет, если мы после этих выборов сразу назначим очередные выборы. И оппозиция нас начнет долбать. Обычно же после выборов идет спад. Это всегда так. И оппозиция будет не готова к этим выборам. Скажет Лукашенко, чтобы, так сказать, нас вывел из строя, и вот проводит эти выборы для себя. Поэтому надо, чтобы спад этот преодолеть, где-то, ну, может, к апрелю месяцу. Проведем мы, у нас великая дата победы, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. У нас день независимости 3 июля. Это будет масштабное мероприятие. Их надо провести. Наверное, ряд еще. Надо посеять все, чтобы было покушать. Вот это мы сделаем по-хозяйски. А потом, период до уборки, я вот так думаю, я об этом, честно, я еще этим не занимался вопросом. Я думал про эти выборы. Вот так вот в каком-то промежутке обозначено. Продолжение следует... Продолжение следует...